Целями круглого стола стало обсуждение градостроительных регламентов в рекреационных зонах Солочи. Дело в том, что по решению Советского Суда Рязани правила землепользования и застройки Солочи частично отменены. Сейчас, как сообщил заместитель начальника управления земельных ресурсов и имущественных отношений Михаил Мыльников, ведется работа по проверке целевого использования земельных участков на территории природного парка. А в случае выявления нарушений будут проводиться внеплановые проверки. Начальник управления градостроительства и архитектуры Наталья Хребутова отметила, что решения, которые будут выработаны в рамках заседания круглого стола, будут учтены при разработке проекта генерального плана Рязани. На основании утвержденных изменений в генеральном плане в соответствии с нормами законодательства потребовалось внесение изменений в правиле земельных застройки города Рязани. И с учетом генерального плана, научным проектным институтом пространственного планирования ДНК, города Санкт-Петербурга, на основании муниципального контракта был подготовлен проект изменений в правиле земельных застройки Солочи. Естественно, с учетом функционального позонирования генерального плана были также установлены соответствующие рекреационные зоны. На встрече присутствовали и экологи. Они разработали предложение по ограничению этажности капитального строительства в Солочи. Еще они считают, что надо также уменьшить максимальный коэффициент застройки в зонах санаториев и пансионатов. Что касается градостроительных регламентов, которые распространяются на леса, то Государственный лесной фонд, там градостроительные регламенты, они приняты на основании положения лесного кодекса. И, как уже сказала Наталья Вениаминовна, мы обратились к комиссию по землепользованию и застройке и предлагаем также изменить градостроительные регламенты в части основных видов, условно разрешенных, вспомогательных видов использования городских лесов. О работе по оформлению городских лесов на территории Солочи рассказала заместитель начальника управления благоустройства города Ольга Свинцова. По ее словам, в рамках программы охраны окружающей среды на территории города Рязани с 2013 года ведется работа по формированию земельных участков, занятых городскими лесами. Сейчас из 17 оформлено, поставлено на кадастровый учет и принято в муниципальную собственность 14 земельных участков. Остальные находятся в стадии оформления. Апартаменты во всем мире – это гостиница, только номера с кухней, но хозяин один. А когда у каждой квартиры ты свой хозяин, и когда смотришь на строящийся санаторий, понимаешь, ну это жилье, и все архитекторы понимают, говорят, нас убеждают, что это санаторий, я же там не буду на конкретику переходить. Как-то это, наверное, неправильно. Что касается, ну, поэтому по конкретике какой-то, вот, может быть, действительно, дальше либо комиссия какая-то, либо это в рамках круглого стола, наши аргументы там будут услышаны. Это будет здорово. Заседания круглого стола будут проводиться регулярно.